Инженерные подразделения Росгвардии участвуют в спецоперациях по противодействию терроризму и экстремизму, оборудуют охраняемые объекты средствами защиты и организуют их эксплуатацию. Переоценить роль взрывотехников и ТГ ОМОН сложно, ведь именно эти ребята проводят масштабную работу по обследованию учреждений и организаций, а также территории на предмет обнаружения подозрительных предметов накануне и в период массовых мероприятий. Стать инженером ОМОН непросто. Необходимо пройти обязательную службу в армии, серьезную подготовку, быть морально устойчивым и всегда поддерживать отличную физическую форму. Работа серьезная, рисковая, и в этой службе находятся ребята уже взрослые и должны понимать, с чем они могут столкнуться и какие последствия. Поэтому ежедневные занятия, тренинги, тесты, как морально, психологически, так и физически, потому что в дальнейшем я покажу специальный костюм с архитических нескольких видов, а они все весят примерно 40 килограмм. Поэтому, чтобы работать в нем или зимой, или летом, без разницы, то приходится и в софтическую форму поддерживать на достойном уровне. За время моего дежурства сигналов об обнаружении подозрительных предметов, к счастью, не поступило. Поэтому я сейчас в качестве эксперимента оденусь во взрывозащитный комплекс «Купол» и попробую в нем поработать. Похвастаться наличием такого комплекса может далеко не каждая военизированная организация. В России подобных костюмов немного, чуть больше 20, и один из них в инженерно-технической группе региональной Росгвардии. Комплекс способен защитить оператор взрывотехника при разминировании самодельного взрывного устройства массой до 4 килограммов. В комплект входит защитная куртка, рукавицы, шлем, брюки и шорты. При этом шлем оборудован вентиляцией, комплексной радиоакустической системой и фонариком. Во время выполнения боевых задач оператор может вести переговоры по радио и проводной линии связи или же с помощью громкоговорящего устройства. Сейчас с помощью манипулятора я попробую переместить учебную гранату в специальный взрывотехнический контейнер, который предназначен для перевозки взрывчатых предметов. Если разобраться в деталях, то этот контейнер — вещь уникальная. Он позволяет перевозить взрывоопасные предметы и временно хранить их внутри. Полная герметизация достигается всего за минуту, а при срабатывании взрывного устройства все продукты взрыва остаются внутри. Поэтому возможно использовать контейнер для локализации предметов, которые могут содержать токсичные и отравляющие вещества или радиоактивные элементы. К тому же, если внутри взорвется вещество, превышающее допустимую массу в несколько раз, контейнер просто разрушится на пару частей без образования осколков. На оснащении у инженерно-технической группы есть масса всяких гаджетов и устройств, позволяющих максимально обезопасить саперов. Есть комплект токсических эндоскопов, которые мы используем уже непосредственно на выполнении боевых задач. Почему? Потому что у него есть возможности вести наблюдение и обследование объекта непосредственно вдали от опасности. Это у нас обследование. А если боевые задачи идут где-то на выезде к преступникам, то мы можем работать не рисковая, а обследовать и смотреть. Наблюдать через окно, через беспроводной экран. На места происшествий для разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных предметов сотрудники инженерно-технических подразделений выезжают на специальном автомобиле «Аракс». Это настоящая лаборатория на колесах. Видите, вдали чемодан и кратер. Там все оборудовано для оперативных служб, для каких-то манипуляций, для поиска, идентификации. Дальше собаки нету, но мы видим, там находится у нас ящик с оптализацией, с дополнительным костюмом. Кроме купола еще другие виды костюма есть, бронежилеты, каски для того, чтобы минимум три человека могли экипироваться и выполнять службу. Если нету возможности кинологическую собаку использовать на высоте где-то, мы понимаем, что собаку можно тянуться метров, а выше собаку не поднимутся. Есть у нас прибор такой, называется пилот. Пилот копирует работу обоняния кинологической собаки, то есть миг собаки. Этот прибор имеет тоже аккумулятор, заряжается, подогревы, с ним можно работать непосредственно по идентификации. Есть с ним вторая половина, которая работает по сбору, анализу, допустим, после пожара, после взрыва. Есть предметы, которые сгорают, ну сюда выделяется газом. Видите, он похож немножечко на фонарь, через сетку. Это работает для сбора в помещении, в подвалах, ну где-то на крыше, где собака не может достать. Работа со взрывчатыми веществами – основная составляющая деятельности сапера инженерно-технической группы. Обезвредить боеприпас попробовала и я. Анастасия Целигина, Сергей Кувакин. Программа «Специальный репортаж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова